дисклеймер привет я 3 сегодня мы с тобой продолжаем проходить третью ронку и знаешь ух ты у нас тут реально молод заряжается знать что я подумал пока запускал игру я подумал что сейчас мы пойдем освобождать кайта придем а кайта скорее всего уже убили я думаю как-то так будет к думаешь и все подумают что это убил к пичину какие щетку нет это не я поверьте и мы будем выяснять как молот кого молод разряжен выйти до от подожди а зачем они вы если сейчас свободное время то ну его нафиг а возможно скоро наконец придет и мне бри а да 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 нам надо по кругу пройтись по статей что там да уж а все эти технологии на они уже под надоели честное слово насколько можно вот это вот штука зачем почему нам не показывает что там очень интересно ладно ой вот этой штуке по моему тоже не был тут много чего строится а зачем надеюсь что-то интересное в пятой главе будет так 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 да вот уже до много чего понастроили здорово ой там кто-то стоит взятых кто там я даже не вижу а понятно а чё нам смотреть то надо он сказал что-то хочет вокруг осмотреть это он имел ввиду с другими поговорить или что может внутри что-то нужно будет увидеть в общем мы сейчас пойдем мы найдем тело этом максимально глупых вот будет если продолжите по этому пути то смогу так дойти до ангара раз к кичи в ангаре то их здесь аллы наверняка будут где-то неподалеку нужно быть осторожным ну окей но нам же никто не запрещал сюда идти до а монакума впервые за долгое время его вижу экзисалы что защищают его но почему сейчас и почему там их сразу четыре а те не смущает что во первых их должно быть пять во вторых а зачем им сделали хвосты какую функцию не выполняют типа зарядки ну скорее всего да и я думаю что к кичи все-таки захватил этих роботов и он не организатор но я говорил это по моему сразу как он путь взял к кичи же полностью контролирует их зачем она им дал команду находиться здесь подожди к если экзисалы тут значит они не охраняют ангар это мой шанс маленькое уточнение а ты не в ангаре нужно торопиться не хочу привлекать внешние лишнее внимание а у нас тут два прохода будет а если я пойду к ним они чем меня поймает нужно понятно ясно на на даже не дадут это сделать но там еще один экзисал должен быть ладно если ты с молотом сюда пришел я бы тебя еще понял но ты его дурачок разрядил а тут же еще и панели там сигнализация включена да я вижу спасибо барьер тоже к двери явно не подойти и я видел только 4 экзисала где же тогда находится 5 может внутри ангара надеюсь я смогу найти хорошее место чтобы осмотреться если я правильно помню здесь есть туалет с небольшим окном вот ты извращуга во первых во вторых зачем окно идет в коридор для каких целей окно должно быть это туалета может через него у меня получится увидеть что происходит внутри я заглянул в окошко и неожиданно для себя увидел все я ловят какие часы сидит такой ты что здесь делаешь я пошел в форте чего что что-то здесь делаешь а ну кайта перепутал немного ты чего подсматривать так или чего хотел сказать то а как он собирался увидеть а там по моему в туалет дверь разве не идет туалет должен быть по идее закрыт кайта не кричи дурь какие чем может услышать вот именно зачем ты вообще крикнул он рядом не совсем я запер туалете а как течи находится где-то за дверью да то есть туалет закрывается я я и говорил нельзя чтобы он тебя заметил с ним взвесал и да прости погоди что ты вообще делаешь что я делаю очевидно спасать я а тебе не кажется что окно какое-то огромное что через него вполне можно вылезти нет но она прям огромная ширина плеч до если у так даже жаться и боком пройти талия мужчин же не слишком широкая талия правильно относительно плеч это у девушек широкой талии подожди но он худой в целом до плеч у него немного шире бедер ну так и плечи тут с 3 вполне как будто бы пролезут что в одиночку нет пока я просто осматриваюсь а завтра утром мы все придем спасти тебя и ты решил об этом рассказать серьезно да все это была идея маки если честно я я уже сдался мы все сдались маки убьют да но не маки она сделала все возможное чтобы спасти тебя потому что она верит в тебя кайта она знает что ты никогда не сдашься какой бы отчаянной не была ситуация так отлично у нас какие варианты были что организаторы то либо кибо либо цумуги и короче либо кибо либо цумуги убьют маки мне кажется что кибо потому что отправлять робота для размножения это тупо но сумму ки как будто вообще не привлекательная туда ни к чему ну в целом у нас такая же была в первой части пловчиха правильно она тоже вообще ни о чем было как будто бы есть свое убрали никто бы не заметил да конечно я к этому нет но вот он светила звезд даже если мир разрушена человечество истреблено я не могу сдаться получилось бы дерьмовая история если бы герой так быстро сдался поэтому ты решил кричать согласен кайта но не волнуйся я разберусь со всем этим обещаю вы все так стараетесь не дело мне просиживать здесь штаны да это я и хотел от него услышать плевать напыщена или вальшивая его самоуверенность мне просто хотелось чтобы он сказал не переживай все будет в порядке я очень рад что вы хотите спасти меня но будьте осторожны ладно подходить к экзесалам опасно даже с электромолотами хорошо понял а кстати ты нормально себя чувствуешь ну не считая ранения кто я да естественно пустяки ладно какие чем может скоро вернуться так что лучше нам закругляться а если в чем-то подвох что мы видим только его голову не надо конечно и как будто он на одном уровне с нами хотя он сильно выше на одном уровне с нами какие че если в этом какой-то подвох эй кайта о том что случилось гонтой шучи я оставляю все на тебя что пока меня нет ты должен поддерживать общий моральный дух но они ж поссорились и вот так и спокойно начали говорить ну да да в чем-то подвох особенно у маковой булочки у нее иногда совсем башню сносит да ты правду гениальный детектив ты способен докопаться не только до правды но и до того что скрыт за ней и не забывай ты не один не пытайся делать все в одиночку так ты только изведешь себя трудные времена надо полагаться на друзей полагаться на друзей да я всегда этим пренебрегал я верю в тебя поэтому я оставлю все и для себя понял братан братан как давно я этого не слышал спасибо кайта спасибо что стал моим другом да я понял ну тогда давай беги пока к кичи не вернулся хорошо увидимся завтра кайта и вот это будет видимо одна из частей когда он будет нас классном суде что-то там вспоминать типа а я вспомнил кайта такое не говорит или так не говорит или что-то такое но мне так кажется но пытаясь хоть что-то тут найти что будет уходя от кайта с улыбкой на лице я добрался до своей комнаты кайта организатор да не бред нет а может он так решил отомстить человечеству за то что они не могут вылечить его болезнь например рак ой ой куда когда я нажал на пропел слышишь нет смысла сейчас бесцельно бродить по академии лучше останусь у себя и попробую собраться с мыслями так я никуда и не пытался уходить я решил посидеть в комнате попытаться настроиться на нашу финальную битву и пока у меня в голове разворачивалась ее картина незаметно для меня уже настала ночь выдвигаемся на рассвете отбросить сомнения и нерешительность так у меня учил кайта пути назад нет ради того чтобы жить дальше чтобы найти причину для этого я буду сражаться я заснул с этими мыслями глубоко засевшими в моем сердце без паники сохраняйте спокойствие слушайте вот этот вот фильм тоже не смотрел не знаю что это но учитывая что тут просто два одинаковых монакомы вполне могу предположить что это наверное либо бой с тенью либо бойцовский клуб что-то такое наверное хрен узнает если вы смотрите этот театр монакомы уже слишком поздно не тот не тот фильм не смотрел вы детишки можете это не понять но для москотов на сто процентов сделаны из хлопка вроде меня надежда она давайте пример молодые люди переполненные надеждой убивают друг друга выживания ради надежда в их глазах постепенно угасает и это это просто самое большое отчаяние на земле мои дорогие ученики носители надежды человечества передающие обманываю предающие обманывающие убивающие друг друга вид этого вгоняет меня в такое отчаяние как же сильно я жажду убить этих лица измазанной вы же слезами и кровью дело сделано чего еще в столову надо идти или маки постучит к нам после очередного невероятного содержательного объявления монакомы я выпрыгнул из кровати ты еще подкалывать его не будешь слышишь что ж время пришло столовую я схватил заряженный электромолот и выбежал из своей комнаты и будем выяснять у кого молод не заряжен до так как у нас карта потом я вот так вот это вот стоять 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 кошмар ну как почему ты проскакиваешь как этим вообще управлять так рядом вестибуль просто вниз листаю какой-то из этих вариантов должен быть все отлично просто вниз листаем и отсмотрю на карту не на список да шо ж такой-то ну и где все хватит но все собрались ребята вы готовы так точно капитан конечно же мой электромолот полностью заряжен так нас пятеро и молотов тоже 5 правильно а как нам тогда вырубить сигнализацию гранаты уже до после этих слов суммуги на глаза мне вдруг попалось что у одного из нас электромолота не было маки а где твой молот он мне не нужен я предпочитаю не использовать оружие которым я плохо владею это намного лучше нож что же те наверно лучше знать да против роботов мы же молоты просто так взяли да мы же их не не потому что они специально могут отмечать электричество не 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 нет конечно ты пойдешь и в бок парни вашего робота да ну все тогда отправляемся ребят подождите секунду мне нужно кое-что вам рассказать вчера я осматривался около ангара и никого не смутило что она взяла нож вместо молота сам пошел туда да и как оказалось какой-то заперты там в туалете ясно значит в туалете неплохое место чтобы запереть кого-нибудь а еще ангара я заметил монокому находящуюся под защитой 4 так что нам надо будет быть так что нам надо бы будет нет реально будет быть осторожней нам надо будет быть осторожней нам надо быть осторожней ладно лучше не попадаться ему на глаза я тоже видел нечто Что? И ты, Киба? Ты туда тоже ходил? Да. Я посчитал рациональным поговорить с Кокичи до реализации нашего плана. Так что ради этого я сходил в ангар. То есть ты в одиночку решил поговорить с ним? Попросите меня, мне показалось, что лучше будет все разрешить мирным путем. И как прошло? Прошло, примерно как я и ожидал. От него не последовало никакого ответа. Но, некоторую информацию из этого я все же извлек. Ничего, какое именно? Думаю, некоторые вещи мы сможем обсудить и позже. Но давайте я поделюсь тем, что важно для нашего плана. Он никакого ответа не получил в каком смысле? Может, Кокичи убили уже? Шуичи, ты ведь видел, как четыре Эгзисала защищали Монакуму, верно? Что ж, но и не было замечено, как один из них зашел в ангар. Только один? Да, если быть конкретней, зеленый. Зеленый, да. Зеленый. Да, он точно был среди тех защитников Монакумы. Я старался держаться подальше от посторонних глаз, пока наблюдал за этим. От посторонних глаз, пока наблюдал за этим. И что интересно, ни сигнализация, ни электрический барьер никак не отреагировали на Эгзисал. Может быть, они на них не работают? Учитывая, что они защищают помещение, где Эгзисалы хранятся, такой вывод вполне логичен. Получается, в ангаре их будет два. Что ж, значит, нужно подойти к этому еще осторожнее. Ведь второго шанса у нас не будет. Подожди, откуда ты знаешь, что в ангаре их будет два? Откуда ты знаешь, что в целом в ангаре был один всего? Окей. Электробомба только одна, так что осечки недопустимы. Предельно верно. Ну что, вот тебе ништочины отправляемся. Вперед, ребята! Получим конец этой убийственной игре. Наша группа полной энергии и мотивации выбежала из столовой. Что ж, не стоит медлить. Неужели Маки убила Кокичи? Ну тогда вообще персонажи ни о чем остаются, правильно? Абсолютно скучные. Зачем я это делаю? Все должно быть уже ангара. Лучше не буду заставлять их ждать. А, понятно. Так, че ты так хреново ходишь? Ага. Монакумы здесь нет. Но экзисалы ведь должны его защищать. А сейчас? Ну экзисалы отключились, потому что Кокичи убили. А Кокичи послал одного робота, чтобы тот убил... Ой, помог Кокичи, потому что на него напали. Они просто стоят столбом. Что произошло? Почему так? Маки молотом вырубила одного робота. Он позвал другого, но не успел. Они просто стоят столбом. Что произошло? Почему так? И Кайто будет отмазывать Маки, да? Однако, и здесь всего три. Другие, наверное, ждут нас в ангаре. Как Киба и говорил, повезло нам, что их там только два. Будь там все пятеро, наш план был бы не осуществим. Почему? Молотов тоже пять. Но не учитывая, что Маки... Ладно, нужно спешить. Бестолковая. Против роботов нож взяла. Почему сквозь эту колонну не могу идти? Вот в Лего Бэтмане тоже бесит. Там несколько невидимых стен вот так вот, не с хрена поставлены. Это знаешь зачем сделали? Потому что впадлу вокруг каждой колонны делать невидимую стену отдельно. И они решили просто грохнуть вот такую вот длинную стену и все. Угу. Все на месте. Тогда начинаем. А и потом они в конце вспомнят. Слушай, гранаты ведь было три. Маки, покажи, пожалуйста, их. Она покажет. Ой, а я их не брала. Или окажется, что у нее всего одна. Маки, электробомба при теле. А могло быть иначе? Да. Ты могла вместо нее, не знаю, взять камень. Или, не знаю, увык. Подожди, нож. Она сказала, не привыкла пользоваться оружием, которым... Не пользуется оружием, которым не умеет. Правильно? Она сказала, не носит колющее и режущие... Оружие. Ну, дубины, неважно даже. Молотые, катаны. А почему нож тогда? Да почему не из ствол? Да и он поэффективнее, мне кажется, будет. Принцип работы такой же, как его гранаты. От активации до срабатывания есть небольшая задержка. Кинем ее до ворот, и она все обезвредит. А сечки не будет. Да и откуда ты знаешь, что и сечки не будет? Эффективная дальность электробомбы составляет 45 метров. Эффект длится 2 часа. Если пульт Кокичи не будет работать, мы сможем победить их зесалов. И никто не подумал, что гранат сработает и на Киба. Так что надо остановить его до того, как он залезет в одного из них. Но будьте готовы к худшему. Возможно, придется пустить вход электромолоты. Если он залезет в Эксисала, они должны будут остановить его. Да, мне кажется, Кокичи уже мертв, но слишком долго времени прошло с прошлого суда. Да, точно. Маковая булочка, что-то не так. Мы уже готовы начинать. А, да. В таком случае, начинаем. Маки активировала электробомбу и бросила ее в сторону ворот. А почему не в сторону пульта? А после этого? Ну это же логично, если 45 метров, хотя она и до пульта тоже дать станет. Сигнализация выключена. Теперь к панели управления можно подойти. Шуичи, окажешь честь? Хорошо, положитесь на меня. Стоп. Вот этого я что-то не понимаю. Подожди, а как это? Вот это вот силовое поле, правильно? Шуичи, так у нас времени в обрез. Стоп, подожди. Вот силовое поле. Я так понимаю, сигнализация работает либо непосредственно на линии силового поля, либо на вот этой вот желтой штуке. Как она подходит к сигна... Как к панели подключена сигнализация? Где там? Проекторы, прожекторы, не знаю, сканеры, что подойти к этому, сработает сигнализация. По-моему, сигнализация сработала, когда он в силовое поле зашел, а не когда подошел к этому, правильно? Если граната у нас работает на 45 метров, а это, я тебе скажу, очень много, то она не то, что эти ворота, она должна была зацепить и вот это вот, и за ангар тоже должна была повлиять. Хотя из-за стен вряд ли, но пульт управления она тоже должна была задеть. Так, нужно просто ударить по панели, замахнувшись над электром... Собой... Замахнувшись над собой электромолотом, я вдруг заметил. Мм? Панель управления была в царапинах, оставившись явно от порезов чем-то острым. Шулич, ты чего? Давай быстрее! Простите, сейчас. Нет времени колебаться. Я снова замахнулся и со всей силы обрушил молот на панель управления. Некоторые нечувствуют, я им марьер выключен. И почему Маки могла не сказать нам, что она убийца, потому что я говорил. Что если убила раз, убьет и еще. Я тебе говорил, 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 говорил. И она такая, я не хотела вас разочаровать. Идем! Я просто хотела всех спасти. И мы все ринулись к воротам. Мы больше не дадим к Кичи творить все, что взбредет ему голову. Всем приготовиться. Вот оно. Конец осколком отчаяния настанет здесь и сейчас. Почему на Киева не сработала граната? Почему вообще у нее такой маленький радиус? Если 450 сантиметров, 4,5 метров. Тогда я бы еще поверил, что как-то могла не дотянуться. Но 45 метров это очень много. Как только ворота были открыты, мы мигом ворвались в ангар с электрическими молотами в руках. А чтобы покончить с этим? Покончить с убийственной игрой. И покончить с отчаянием. Да покончали уже со всем чем можно. Класс, только вот этот вот. Надо было на трупе показывать. Зачем вы показали нас, что мы такие? Что? Дан-дан-дан-дан! Дело было обнарушено. Все, пожалуйста, пройдите в ангар для экзисалов. Наконец-то убийственная игра продолжилась. Отчаяния ни за что не остановить. Глава 5. Путешествие без страсти и... Куда? Что это такое? Что происходит? Хаос из безумия. А замешательство и неразбериха. Я не мог сохранять спокойствие. Я не мог держать это в себе. Но я думаю, это только курточка какая-то. А на самом деле, там будет тело... Ш-ш-ш-ка-кича. Нас охватило безумное отчаяние. А убили его еще в туалете. Что это такое? Объявление об обнаружении тела. Значит, под прессом кто-то есть. Или Кайто выбрался, нажал кнопку, подбежал к Кокичи вместе с ним и лег на пресс, чтобы удержать его как-то. А кто-то? В ангаре были только Кокичи и Кайто. Так что там может быть лишь один из них. Что? Либо Кокичи, либо Кайто мертв? Тебя это удивило? Серьезно? Посмотрите сюда. Только не показывай, пожалуйста. Да на прессе, серьезно. Вы не заметили эти вещи? А почему именно здесь музыка такая драматичная? Только в этом убийстве. Почему других нет? Это же Кайто. Он щаится под прессом. Не, ну прессу Кайто теперь может любой Качок позавидовать, правильно? О, нет. Это невозможно. Но пресс не мог сработать на живом, соответственно Кайто был мертв, когда его уже сюда притащили. Похоже на классный судеб, вам предстоит столкнуться не с одной запутанной тайной. Что ж, будь то это иначе, убийственная игра потеряла бы свой шарм, согласитесь? Скорее всего Кайто боролся с Кокичи, начали драться. Кайто притащил вот сюда, его схватил, типа давай, маковая булочка, жми на кнопку на ткань. Нет, я не нажму. Он такой быстрее жми, я и раздавил обоих. Собственно, раздаю вам файлы монокомы. И только не говорите, что уже устали от этого. Честно говоря, уже да. А то тут такое интересное развитие событий. Надеюсь, что это расследование вы вложите в свои души и сердце. А я надеюсь, что просто логику вложим хотя бы. Минутку, расследование? Значит, убийственная игра не закончилась? Ты только что увидела... Не закончилась? Да и крови как-то много для одного человека, нет? Если убийственная игра продолжается, а монокома движется, то... Это значит, что организатор Кокичи все еще жив. Ага. Ага, кстати. Если бы раздавила прессом вот так вот. Кайто, не должны ли его мелкие кусочки вылезти по краям, нет? Так напонебшим не является... Кайто. Нет, это невозможно. Должно быть, это какая-то ошибка. Кайто никак не мог умереть. Я в это не верю. Я бросился к прессу, как вдруг... Успокойся. Рука Маки замерла на мне. Успокоиться? Как ты можешь так говорить, Маки? Кайто... Я видела уже много смертей. Хороших людей, плохих. Больше ни одна смерть не вызовет у меня каких-либо чувств. Что значит не вызовет чувств? Ты о чем говоришь? Есть вещи важнее. Кто-нибудь знает, где Кокича? Не знаю. Он вроде должен быть где-то в ангаре, но я его нигде не вижу. Он сбежал. Нужно срочно его поймать. Очевидно, что это он убийца. Давайте разделимся и поищем его. Неважно, насколько он хорош в прятках. Отправа на суде мне. Подождите. А ничего, что у него экзисал есть? Мы не можем пока уходить. Еще точно не определяно, что под прессом Кайто. Нужно в этом полностью убедиться. Но кто там, если не он? Кокича? Тогда ведь убийственная игра бы уже закончилась. Разве нет? Если Кайто жив, а почему он до сих пор не объявился? Он же... Потому что он умеется. Даже не смей такое говорить. Это в тысячу раз невозможнее его смерти. Я не думаю, что Кайто мог убить Кокича. Он ведь все-таки был ранен, помните? А его противник, организатор убийственной игры, мог управлять их экзисалом и по своему желанию. А как Кайто мог убить такого человека, будучи больным и раненым? Про ранение я его не помню. Больным, да, раненым. Вроде нет. Не знаю, просто... Я просто говорю, что это возможно. И даже если бы был убилдка Кичи, Кайто становится не единственным подозреваемым в этом деле. Хочешь сказать, убийцей может быть один из нас? Нет, это невозможно. Конечно, понимаю, что смерть и Кайто очень шокирует. Но говорить, что мы все подозреваемые, это уже перебор. Конечно, перебор. Всего лишь убивали уже несколько раз. Конечно, кто? Перебор. И почему мы опять это обсуждаем? К чему тут? Просто нажмите кнопку пресса вверх и посмотрите, чьи там останки. Все. Хотя бы остальную одежду. Я прекрасно понимаю ваши чувства. Место преступления так и кричит, что Кайто мертв. Но я не могу в это поверить. Хотя, может быть, я просто не хочу этого делать. Не хочу верить, что под тем прессом лежит Кайто. Давайте начинать расследование. Мы должны докопаться до правды своими собственными руками и раскрыть ее в полной мере на суде. Ты хочешь продолжить уместенную игру? Классный суд будет проведен в любом случае. Нам обязательно нужно провести расследование. Я не знаю, что одержит верх, надежда или отчаяние, но мы обязаны найти правду. Все начинается именно с этого. Ты правду гениальный детектив. Ты способен докопаться не только до правды, но и до того, что скрыто за ней. Верно. Я не подведу своих друзей, чтобы сдержать обещания данной Кайто. А Шуич и прав. Раз классный суд состоится, то проведение расследования необходимо. Но мы уже и так знаем имя убийцы. Мы не можем умереть здесь. Мы выбрали жить ради надежды. Меня больше всего интересует, как отреагирует Ка-Кича, если мы обвиним его в убийстве. Если он просто прикинется дурачком и даст дёру, мы ничего не сможем с этим сделать. Так ты только что предлагала идти искать его. Нет, я так не думаю. Джунка и Нашима дорожила правилами убийства Миной и Вры. Осколки отчаянно подчинялись ей так, что вряд ли они бы игнорировали правила. С чего вдруг? Это абсолютно другой человек. Тогда вообще не остаётся никаких проблем. Нам просто нужно проголосовать за него на классном суде. Именно. Я понимаю чувства остальных, но понять Маки я не могу. Почему она приняла смерть Кайто так спокойно? А что ж, тогда давайте заглянем в файл Монакумы. Ты не против Шуичи? Да? Тело было обнаружено в ангаре для экзесалов. Жертва была раздавлена геодораллическим прессом и не поддаётся идентификациям. Идентификациям. Ну это всё. Нам же этого ничего не говорит. Ты не поверишь, почти все улики тут ни о чём не говорят. А личность жертвы неизвестна. И больше никаких подробностей. Без разницы. Мы уже знаем, кто жертва и кто преступник. Нет никаких сомнений, что Кайто был убит Кокичи. Не торопись, Маки. Пока ещё рано делать выводы. Конечно, выглядит всё так, будто Кокичи жив, но... Кайто сказал мне. Но не волнуйся, я разберусь со всем этим. Обещаю. Вы все так стараетесь. Не дело мне просиживать здесь штаны. Я хочу верить в обещания, которые дал мне Кайто, и я хочу верить... Я хочу, чтобы ты верила в него вместе со мной. Я не буду помогать тебе в расследовании. А? Почему? Ты сейчас неадекватен. Идёшься какая-то во время суда над Гонтой. Тогда то же самое было. Ты так не считаешь? Нет, не считай, даже не близко. Нельзя бороться с отчаянием на одной лишь вере. Всё не так просто. Да вы только... Вы это и делаете всю игру. Вы только просто верите и надеетесь. Если говорить серьёзно, то, по-моему, ни один суд не прошёл, что прям конкретные улики указывали бы на преступника. Вы просто надеетесь, что так-так оно и есть. Маки развернулась и ушла. Маки. Что-то в атмосфере этого места заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Не знаю, виновата в этом электробомба или у меня что-то сломалось. Но я неважно себя чувствую. Я ничего странного не ощущаю. Это сто процентов из-за электробомбы. Ты же у нас всё-таки электрический прибор, Кайта. Не называй меня так. Да я же это не чтобы тебя обидеть говорю. Просто тебе лучше умеют поставить снаружи. А слушайте, во всё не так плохо, как вы думаете, но... Лучше я займусь расследованием вне ангара. А что там может быть вне ангара, если всё в ангаре произошло? Киба вышла из ангара, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Да, я тоже начну расследовать. А ты справишься одна? Я могу пойти с тобой, если хочешь. Не, не волнуйся. Я сама справлюсь. С раздавленным телом уже никаких уник не поднимешь. Так что нам всем не помешает провести самостоятельное расследование. Химика быстро ушла. А она куда ушла, если всё тут? Алё. Ага, она тут хотя бы, спасибо. Неужели химика подозревает нас двоих? Но кого именно? Вероятно, обоих. Ведь чем меньше нас становится, тем уже круг подозреваемых. Верно? Очевидно, что это кокеча, но... Как ты и сказал, может быть и другой вариант. Что убийца в один из наших пятёрки? К сожалению, это и правда одна из возможностей. Я не вижу смысла это обсуждать, поскольку когда начнётся классный суд, мы всё равно должны быть все на нём, правильно? Сейчас время собирать улики, всё вместе. А на классном суде уже посмотрим, кто есть, кого нет. Убийцей может быть не кокечи и не кайто, а ещё кто-нибудь. Маки, цумуги, киба, химика. Это может быть кто угодно. Когда обнаружение тела, надежда переполняла сердце каждой в нашей группе. Но теперь мы снова разделились. Может поэтому кокечи убил кайто? Чтобы подорвать нашу сплочённость? Просто... Ну так вот для этого надо было убивать Маки, нет? Как бы кайто уже сидел в темнице, с ним ничего не сделаешь. А Маки... Как раз таки нас всех его воодушевило. Причём тоже на ровном месте. Просто... Если он добивался не этого, тогда зачем ему было идти на убийство? Но мой план в том, чтобы провести классный суд. Ведь он разобщит нас ещё сильнее. Разобщит нас? А зачем ему это делать, если мы первым же делом подумаем на кокеча? Что это он убийца, правильно? Тогда он проиграл всё. Это первое. И вы сами настаиваете, что он будет с какой-то хрена соблюдать правила. Это первое. И второе. Он же говорил, что он закончит эту игру. Но не своими силами. Типа нас как-то будет провоцировать на это. Разобщит нас? В конце концов, мы все объединились благодаря кайто. Он был единственным, кто способствовал этому. С чего вдруг? И если кокеча убил его из-за этого, значит, он уже поймал на свою ловушку. Это всё было частью плана кокечи, чтобы разбить нас по одному. Его план сработал как часы. Все разделились. Никто не хочет помогать мне в расследовании. Да господи, это же ни на что не влияет. Зачем ему убивать, если мы все признаем, что он убийца? Ну, вдруг, если он убийца. И вдобавок, у нас не так много информации для продвижения дела. В файле Монакумы написано две жалкие строчки. Это чрезвычайно мало. Ладно, нет смысла сейчас жаловаться на жизнь. Уже ничего не попишешь. Время начинать. Чтобы разгадать все тайны и найти правду, стоящую за всем этим. Я займусь расследованием. Красавчик, молодец. Спустя 40 минут. Молодец. Просто пустая болтовня. Вы пришли, если вы думаете, что убийца Кокечи. Хорошо, соберите все улики. Идите на классный суд. Там посмотрите, кого нет. И все. И там уже выясните, если Кокечи там нет, а есть Кокечи, значит, что ты мертв Кокечи. Все. Это первое. Второе. Там уже выясните, кто может быть убийцей, а кто нет. Уже основываясь на каких-то уликах. А вы просто стоите. Кокечи убийца. Нет, не Кокечи. Ах, не Кокечи, значит, ты предатель. Начнем отсюда. Нужно найти все улики в этом проклятом ангаре. Давай посмотрим. Во-первых, давай кровавый след посмотрим. Что это? Кровавый след? К прессу ведет еле заметный след крови. Как будто к нему по полу тащили кого-то раненого. Похоже, что он идет из туалета. Неужели оттуда кого кто-то дотащил до прессы? Кровавый след. А, может, как раз таки было так, примерно, Шуич Кокечи туда зашел. Такой, Кайта, Кайта, Кайта. О чем мы тут говорим? Я слышал звук. И Кайта такой. И что-то взял в руку тяжелое. Может, кулак взял. Такой, на ему вхлебал. Он такой. Ух, ты что, падла? А он такой еще раз. На. И он такой. Ух, все, я вырубился. Кайта такой. Эх, тащи, тащи. Ну, ударил. Вот тут ударился головой. Отсюда след крови. Но все равно, крови много для одного человека, как мне кажется. Он тащил, тащил до прессы его. Положил на прессы такой. Я закончу убийственную игру. Такой, пошел на кнопку пресса нажимать. Тот начал медленно опускаться. Он же медленно. И увидел, как Кайта такой. Я, конечно, вырубился, но я уже проснулся. И Кайта такой. О, нет. Побежал такой. А ну, лежать, 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 лежать. Он такой. Нет. Ты меня не убьешь. А пресс все, опускался, опускался. И двоих такой. И двоих раздавил. Может быть, такое может быть. Подожди, мы кровавый след уже прочли, что ли? Тогда добавили, как пулю? Это туалет. Да ты че? В голове самовольно вырисовывается сцена. Не совсем я забер в туалете. Акокичный находится где-то за дверью. Место заточения Кайта. Он смог оставить здесь какую-нибудь улику, помогающую понять, кто его убил. Нет, боже, почему сразу убил? Кайта же может быть еще жив. Ладно, сейчас не время о таком думать. Лучше поскорее смотреться внутри. Типа, мы прошли все вместе, и никто не заглянул в окошко в туалет? Что? Вот, отломанный, вот, арбалет, который был у Кайта. Да-да-да. Стрела арбалета. Он мог пырнуть какие-то... Где-то обидно, если я разгадал. Но убийца будет что-то типа неожиданно. Типа, Кибо. Или Цумуги. Химик. Ну, Химико не. Она тут вообще нахрен не сдалась. Ну да, Маки... Маки и Кайта у меня пока. И Кибо. И Цумуги. Блин, почти все. Все, кроме этой... Химико. Так, стрела это арбалета. А на полу в ванной лежат стрелы. В сумме их три штуки. И на всех есть кровь. Я знаю, кто убийца. Террион Ланнистер. Хе-хе-хе-хе. Откуда они? Здесь что здесь произошло? Так, я хотя бы правильно сделал отсылку? Да, хотя уже чего смотреть. Поздно. Арбалет? Точно такой же ведь были в лаборатории Маки. Что тогда он тут забыл? Потерялся, наверное. Маленький пузырек. Пустой. Чувство, будто я его где-то видел. Этикетка вся в крови. Так что это часть текста... Так что это... Тьфу ты. Так что часть текста на ней не читаемая. Однако, слово яд на ней четко видно. И раз это яд, значит этот пузырек... Был взят из моей лаборатории. Не знаю, кто его сюда принес. Но с делом это точно связано. Типа, стрелы смочить ядом? Пятно крови. Даже не пятно. Целая лужа. След от нее тянется до двери туалета. Что это могло значить? А что мы тут не осмотрели еще? Толчок? Но вряд ли... Подожди, вот здесь что пикнуло? Окно? Небольшое окно для вентиляции. Для вентиляции куда? Чтоб говно в коридор шло? То самое, через которое мы скайта разговаривали. Шириной где-то 20 сантиметров. До конца не открывается. Ну 20, наверное, мало, да? У меня линейка есть. Ну да, 20 маловато, конечно, не пролезет. Плохо. Хотя я довольно-таки широкий, а какая-то я не знаю. Пролезть через него невозможно. Что логично, можно же через него... Можно было бы через него пролезть. Скайта бы уже давно сбежал. Да-да-да-да. Кстати, у нас же параметры их тел пишутся вроде тут. Какого-то хрена. Да-да-да. Объем груди 89. Но это объем. А я не знаю, как объем груди посчитать. Собственно. В ширину. Что логично, можно... Ну да. Хотя какой-нибудь предмет через него протиснуть будет получилось. Окно туалета было добавлено. Хорошо. Что ты еще хочешь осмотреть? Что я пропустил? Давай. А, вот что-то еще. Черный кейс. Да, он так и не заметен. А, это сумка. О, а что внутри этой сумки? Будто бы, уклоняясь от разговора, Кайта пошел к дальней этажерке. Чего там? Оружие какое-нибудь. Это же та сумка из-под арбалета. Ладно. Думаю, тут я все осмотрел. Количество улик здесь превзошло любые мои ожидания. Этот арбалет из лаборатории Маки. Он меня беспокоит больше всего. Что он здесь делает? И не только арбалет. С ним ведь еще лежали стрелы. Они точно от него, но откуда на них взялась кровь. Плюс этот пузырек с ядом. Для чего его могли использовать? Я все еще столько не знаю. Дело явно будет не из простых. Но ты хоть какие-то предварительные выводы попытайся сделать. Нельзя просто все-все-все собирать, а потом сидеть и думать. Нужно чуть-чуть собрал, предположил. Дальше еще чуть-чуть собрал, предположил. Ух ты. А ты где его нашла? А, там целая кабина есть. То есть я был прав, что кто-то может туда залезть и управлять им. Файл Монокумы в этот раз довольно нам немногословен. Да. На руку нам это явно не играет. Я бы на месте Монокумы даже не стала бы отдавать этот файл. Насколько он бесполезен? Так, я думал ты что-то проэкзисал скажешь. А экзисал тут все время стоял? Что-то я не заметил. Все хорошо, все хорошо. Появление маскота на месте убийства приносит чувства облегчения и душевного спокойствия. Опять он. Энтон, ты так сейчас решил привлечь наше внимание? Понятное дело, что кроме него может быть и нужно маскоту. Я и так появлялся намного реже, чем ваше попросту простая сумель. Так что куда еще? Нафига меня на все обложки пихать, если меня даже нет в сюжете? Вот-вот, кстати. Тоже хотел сказать. Обложки? Какие обложки? Не обращай на него внимания. Давай сосредоточимся на расследовании. Да. Экзисал все время тут стоял, нет? А, это зеленый даже. Подожди, а где пятый экзисал? Прямо посреди ангара стоит экзисал. Люк и кабина открыты. Так, вот как он выглядит внутри, да? Тесновато, конечно. Но одному человеку места хватит. А зачем там два человека, по-твоему? Должно быть. О, люк открыт. Очень странно. Только Монакабы ведь могут активировать электронный замок и открыть люк. Только Монакабы могут открыть люк. Ну или Кайто устроил диверсию, чтобы позвать одного из этих роботов, правильно экзисалов. И в этот момент молотом Маки оглушила. Они спланировали это убийство вместе. И Кайто, и Маки. И Кайто пожертвовал собой. Но и в некотором роде и Маки сделают обвиняемый. Только Монакабы могут открыть люк. Как правило, Монакабы единственный, кто может управлять экзисалами. Ну, как правило. Но из-за этой штуки электромолот, замок, наверное, можно было бы отключить. Ты говорил кому-нибудь еще об этом электронном замке? Нет, меня об этом никто не спрашивал. Да если бы спросили, для них это все равно было бы несущественной информацией. Электронный замок на люке, активировать который мог только Монакабы. Видимо, поэтому лишь они могут контролировать экзисалов. Но если бы можно было отключить замок, экзисал можно было бы взять под контроль. Ну допустим. Ладно, давай с прессом уже в следующий раз и разберемся. На этом все. Можешь подписаться на канал, чтобы вместе в следующую серию. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok